в этом году на дегустации абрикосов относительно немного сортов меньше сортов стало больше стало но это самые вкусные видимо нет просто это сорта которые имеют свою историю они необычные невероятно вот давайте начнем попробуйте вы сейчас пробу попробуйте то чего нет вот вам мерещится что вы сидите за столом давай дать это все вам снится вот знаете что это сейчас у вас раз это химера плотненькая с кислинкой нету приторности прям как я люблю сказать что такое химера я ведь для вас все вы сами говорите мне бы необычно пожалуйста рассказывает и так что там написано читайте мазушки абрикос правильно так здесь мы абрикос жардель ай жардель сейчас секундочку допустим я сорву давайте давайте сорвите что же за это за химера железовая чего она состоит значит то что я буду дальше говорить она не вписываться пока в рамки потому что в свое время было когда было две науки 1 лысенкова лысенковская мичуринская 2 генетически генетики вот победила та наука которая отрицает вегетативную гибридацию принципе так и фраза о том что вегетивная гибридация уже наука она вошла во все подтвердите вы биолог во все учебники до 21 века дальше значит те случаи как те случаи когда вегетативный то есть при прививается что-то так на что-то получается а плюс б получается совершенно новой с виду чуть ли не сорт не похоже ни на папу не на маму на этом наука еще где-то была вынуждена чуть-чуть согласиться вспомним холдовитки и так далее но здесь речь идет о другом я придумал там этом меня такой новый термин называется инфицирование то есть если на это было подвой она давала такие плоды сейчас мы собрали у меня все на манжурцах все вот это вот сотни получились вот такие фаины так вкусу ну иной год до 100 грамм были мне фотографии есть и на весах вот и вдруг вот это дерево на недалеко отсюда я могу показать доказать фаина мертва из самой земли вылезла там никакой выше прерывки не исключено вылезла толстая мощная ветка вон она так а на ней вот такие плоды значит когда у меня споры с научеными были причем ученые хорошие добросовестные ко мне хорошо относятся но не год поля рекордственность вот это зона прививки это химеры и действительно зона прививки вот а это ниже это вот должно быть вот такое она выросла вот такое значит чему я говорю на другой вкус и среднее арифметическое получилось согласитесь вот но это очень важно почему ведь это все-таки подбой и косточки по двое морозостойкость по двое а вкус ну конечно фаина шикарнейший сорт все-таки такой пресноватый ну простите уж это и ваш он пришла это для сибири я вывел для сибири вот эта вот штука вот химера она вот действительно мне понравилось тем что мой вкус он такой я люблю кисловатый так главное то ли это даже если бы вы все киса главная морозостойкость невероятно а химера считается переводим это короткоживущие существа помните этих кентавров помните человека с головой льва льва с головой человека это был то что они нереально то что не не может жить разновидовая вот это химера и вот меня так припечатали далее из интересных сортов что у нас здесь интересного абрикос амур амур это это вот видите сейчас я на сану савенич ее мама они от меня увозят не эти самые ведра с амуром почему значит так уж получается да вот что смотрите он уже портится айтян заранее заготовлялся дерево брал вот это вот но это королевский но еще раз говорю фаина дочь королевскую вот вот эти вот я вчера тоже с дерева рвал смотрите но у них всего срок если не брать зеленый дерево как вот берут привозят сюда да то срок у них такой короткий вот и вдруг на этом фоне вот это называется настоящий шедевр амур амур да так а это у нас королевский не то далее этого к деле это это академик да а теперь берем амур смотрите я назвал его мечта хозяйки почему . для вас вы сами сказали какое просто вот внимание косточка вот это его достоинство почему хоть с косточкой варе то есть компот хоть без косточки сохраняет свою никакой никогда никакой жижи никакой это так вот значит варенье с кислинкой тоже вкуснейшие невероятно лимона дальше то что у нем есть чуть-чуть капелька дикаркости это значит что в нем витаминов 20 раза больше чем понимаете на чем у королевского это они каждый имеет свои достоинства когда вы хотите чисто сладкие слащавые пожалуйста хотите с кислинкой пожалуйста но самое главное еще не сказал самое главное это транспортабельность вот они увезут есть еще месяц будет стоять и только тогда начнет портиться вот как я смотрел фильм поэтому не прислали дагестана этот ролик вот сидит на дереве на высоком до дагестане с пожилой но он когда отрывает его с дерева треск стоит прям то есть это они настолько еще зеленые для того что транспорте а ему надо до москвы довести а здесь транспортабельность уже заложено до заложено сколько сортов нужно посадить у себя на участке мы про абрикосы говорим чтобы возношение было стабильным продолжительным и самое главное вкусным минимум 5 лучше 10 объясняю почему вот правда долго нужно и так у каждого дерева есть плодовые почки когда она распускается мы имеем песик и тычинку я долго ломал голову над малоплодностью и бесплодностью вот на чтобы они цвели одновременно надо чтобы песик и тычинка созрели одновременно а природа это извините мои вот тут и там может скажет куда он полез в генетику а природа предположила что дерево не должно само себя опылить от песика до тычинки микроны все правильно вот и она себя опылила через поколение в деградация и болезнь а потом смерть а природа предусмотрела а нет я себя опылять не буду и тогда это моя догадка и нигде не читал вот значит что песик и тычинка созревает просто так даже не то что мы говорим генетически это не раз в разное время почему я убедился и так дерево цветет ждет супруга а супруга нет то пчелы не летают то супруг вам более нежно и попал под заморозок и и убила или песик или тычинку его некого пылить она не поляется не опыляется вот а я проверил как бывало и она под заморозок попала смотришь все цветы коричневого цвета все прям вот смотреть жутко и вдруг через несколько дней жидковатенько ну вот они свежие ярко ярко-белые новые цветки второе волна специально и плодоносят а у соседнего дерева а там же варианты получается как раз тоже заплодоносила вот или да как догадка она просто взяла и сказала себе ладно потом составить надо и вот эта вторая волна вот тут песики тычинка оказались но это это стандартный природный закон к когда мы не можем ну естественно близкородственное скрещивание или скрещивание с вами собой сама пыления но часто это путь в никуда поэтому для сада правильно говорите целиком полностью поддерживаю 5-10 да потому что первое палит 2 а 2 1 не может чтобы полить 2 надо 3 и при этом можно именно составить ну примерно тот перечень который ты желаешь себя видеть с оглядкой на зимостойкость вот опять вот Субтитры создавал DimaTorzok